День Студента Ну а то, что касается непосредственно сегодняшней повестки, то, что касается фракции, мы продолжаем выполнять, вселенаправленно выполнять ту программу, с которой шли на эти выборы. Я напомню, что фракция КПРФ внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста и в конце прошлого года этот законопроект был отвергнут парламентским большинством, к большому сожалению. Уже в этом году был отвергнут наш законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. На наш взгляд, абсолютно справедливая, честная и, самое главное, экономически обоснованная мера опять была большинством от Единой России торпедирована, единороссы просто не участвовали в голосовании. Точно так же на прошлом заседании был рассмотрен наш законопроект о возвращении прежних пенсионных льгот для работников бюджетной сферы, медицинских работников, педагогических работников и, опять же, усилиями Единой России данный законопроект был отвергнут. Так же, как и последний законопроект, наш законопроект о повышении минимального размера оплаты труда, очень важный и с экономической точки зрения, и с политической точки зрения, ну и, естественно, с морально-нравственной, однако и он под разговоры о популизме, под разговоры о том, что нет денег, под разговоры про тяжелые времена, был отвергнут, опять же, Единой России. В сегодняшнем заседании планируется рассмотреть 51 вопрос, среди них в том числе есть и наши законопроекты, мы сегодня о них поговорим. Наш законопроект, который запрещает оставлять на валютных счетах выручку предприятий, которые торгуют золотом, торгуют металлами, торгуют зерном, я напомню, что по итогам 2022 года, по предварительным данным, порядка 260 миллиардов долларов было выведено из Российской Федерации. Это две трети нашего федерального бюджета, и между тем, сегодня, к сожалению, и парламент, и некоторые деятели наши политические больше заняты поиском неких ведьм и каких-то отдельных отступников, вместо того, чтобы бороться как раз с этим колоссальным выводом финансовых средств из Российской Федерации, из экономики Российской Федерации в очень непростых условиях. Два других законопроекта, которые будут рассмотрены сегодня и которые внесены были правительством Российской Федерации, один из них связан, вначале был с отсутствием необходимости подавать декларации муниципальных депутатов, чем мы, собственно, были согласны. Однако в ходе внесенных поправок сегодня фактически декларацию увидеть в открытом доступе нельзя будет не только в отношении муниципальных депутатов, но и в отношении депутатов-субъектов и депутатов Государственной Думы. Обезличенная некая обезличенная информация без конкретной привязки к персоне, без конкретной привязки к объектам, без конкретных привязок к суммам полученных доходов того или иного депутата будет как-то размещаться, однако мы считаем такую закрытость абсолютно неправильной. Это тот шаг, который, на наш взгляд, будет стимулировать коррупцию, но, естественно, это неуважение к избирателям, поэтому мы не будем поддерживать данный законопроект. Также мы не будем поддерживать законопроект о расширении круга, подлежащих обязательно геномной регистрации. Я напомню, что сегодня обязательно геномной регистрации подлежат лица, осужденные по уголовным статьям. Правительственными поправками предлагается распространить и включить в этот круг лиц еще и тех, кто подвергается административному аресту. Напомню, что административный арест является санкцией по многим политическим статьям административного кодекса, связанным с проведением несанкционированных мероприятий, с массовым пребыванием в каких-то местах, по которым очень часто привлекаются политические лидеры, в том числе оппозиционных партий, в том числе КПРФ. И поэтому намеренное включение административного ареста или лиц, подвергнутых административному аресту, число тех, кто подлежит обязательно геномной регистрации, с изъятием у них биологического материала, с формированием соответствующих геномных карт, на наш взгляд, нецелесообразно, неправильно и ущемляет. Мы будем голосовать против данного законопроекта. Буквально полчаса назад завершил работу очередное заседание Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. И один из вопросов, который рассматривался на заседании Комитета, это внесла наша фракция, он называется «Внесение изменений в статью 17 Федерального закона о островах пенсии». Суть закона, вот на сегодня ветераны сельского труда имеют надбавку 25% к пенсии, если они проработали 30 лет в сельском хозяйстве и проживают в сельской местности, и ушли на пенсию. Но вот как раз со второй позиции, которая касается проживания в сельской местности, возникает масса проблем. Если, не дай бог, заболел, какие-то другие причины возникли, и он вынужден переехать в город или в другое, там, в городское поселение, он теряет эту надбавку. Вторая позиция, еще наиболее обидная. Если вдруг, как у нас последние годы, такое поветрие, населенный пункт был селом, вдруг становится городским поселением, соответственно, тоже теряет эту надбавку. Ну вот конкретный пример, у нас в Омской области есть русско-полянский район, райцентр русская поляна, было село, теперь стало городское поселение. И люди, которые прожили всю жизнь в этом селе, в этом населенном пункте, работали на предприятии, которые расположены здесь, лишаются этой надбавки, что совершенно неправильно. Идет масса обращений по этому поводу, но, к сожалению, вопрос уже перезрел и не решается. И вот сегодня рассматривали предложение нашей фракции о том, чтобы осталось 30 лет работы в сельском хозяйстве. Вот это самое главное. Чтобы вот эти вопросы, связанные с изменением статуса населенного пункта, с изменением проживания, на эту надбавку не влияло. Потому что для селян тот тяжелый труд, который они вели тогда в сельском хозяйстве, 25% это очень серьезная сумма. Поэтому я надеюсь, что на одном из ближайших заседаний Государственной Думы, по крайней мере в эту сессию, вопрос будет не сьен. Ну и хочется верить, что и правительство Российской Федерации, и большинство Государственной Думы его поддержат. Это действительно принципиальнейшая поправка, которую вносит фракция КПРФ, потому что надбавку выплачивается за факт работы в сельской местности в тяжелых условиях, в тяжелых климатических условиях, в тяжелых температурных условиях. Зачастую с ненормированным рабочим днем и переводить ее в зависимости от того, где под следующим проживает пенсионер, доживает ли он свой век в селе, либо он переехал к своим родственникам, либо по медицинским показаниям ему пришлось переехать поближе к какому-нибудь заведению, которое оказывает специализированную медицинскую помощь. Увязывать это категорически нельзя. Все эти ограничения связаны исключительно с попыткой правительства Российской Федерации сэкономить, сэкономить на селянах, сэкономить на тех людях, которые честно всю жизнь отработали, производя необходимую продукцию, обеспечивая страну и надеясь на то, что получат соответствующие справедливые отношения с возрастом, с выходом на пенсию. Пока этого не произошло, мы будем настаивать и добиваться того, чтобы такая поправка была принята. Сегодня я хотел бы привлечь ваше внимание к судьбе одного крупного промышленного машиностроительного предприятия, которое располагается в городе Новосибирске, куда я избран депутатом, производственное объединение «Тяжстанка Гидропресс». Это уникальный был в свое время завод. Он был начат, начато его строительство в 42-м году, в годы Великой Отечественной войны. В 43-м году он начал выпускать первую продукцию, станки, которыми перевооружалась промышленность только что освобожденного Сталинграда. Совсем скоро мы будем отмечать 80-летие его освобождения. И вот тогда, уже сразу, в годы Великой Отечественной войны, разрушенный Сталинград насыщался, так сказать, оборудованием производственным и восстанавливался там производство. На заводе «Тяжстанка Гидропресс» в советское время работало 6,5 тысяч человек. Сегодня стоит вопрос о вообще существовании этого предприятия. Уже несколько лет его пытаются обанкротить, растащить его имущество. Еще в прошлом созыве Государственной Думы наша фракция подключалась к тому, чтобы был Верой Анатольевной Гонзя депутатом инициирован парламентский запрос в Минпромторг по спасению этого предприятия. И после этого его стали выводить из состояния банкротства. Подключился Минпромторг, подключились другие структуры. На сегодняшний день оно находится в положительной динамике. Там практически прекращена процедура банкротства. Фактически заключено мировое соглашение. Половина долгов, больше половины долгов выплачено. Но сегодня, буквально на прошлой неделе, опубликовано сообщение о том, что контрольный пакет акций этого завода, крупнейшего завода, продан за 47 миллионов рублей. Стоимость одной элитной квартиры. Хотя активов этого завода, это крупнейший завод, с только производственных площадей 170 тысяч квадратных метров. Уникальные станки и оборудование. В пятницу прошлую я побывал на этом заводе, посмотрел. Сегодня там, к сожалению, производство во многом свернуто, но станки и оборудование сохраняются. Сохраняются. Небольшие партии сегодня продукции выпускаются. Это предприятие по их планам должно выйти из состояния банкротства буквально вот в этом году, к середине года рассчитаться со всеми своими долговыми обязательствами. Тем не менее, сегодня через какую-то, так сказать, подставную фирму, там организация с, так сказать, одним работником, полтора года назад зарегистрированным, зарегистрированная с, так сказать, уставным капиталом 10 тысяч, получает контрольный пакет этого предприятия. Значит, я думаю, что здесь необходимо вмешательство правоохранительных органов. Кстати говоря, по моим запросам, примерно год назад там было возбуждено уголовное дело в отношении бывших собственников и руководителей этого предприятия. Оно сегодня расследуется, там установлен ущерб больше 200 миллионов этому предприятию. И поэтому я надеюсь, что и сейчас правоохранительные органы и соответствующие государственные структуры подключатся к спасению этого крупнейшего предприятия. Особенно в условиях импортозамещения, в условиях санкций. Оно способно производить уникальные станки и оборудование. В свое время они поставлялись в 26 стран мира. И сегодня у предприятий есть контракты с Индией, в том числе и международные. И, ну, хотелось бы, чтобы в том числе и вы, так сказать, средством массовой информации привлекли внимание к этой теме и к этой проблеме, чтобы крупнейшее промышленное предприятие города Новосибирска было сохранено, спасено, потому что там есть планы его утилизации, скажем так, и застройки, как сейчас часто бывает, значит, ну, планы распродажи вообще огромного имущества, которое только, ну, по самым скромным оценкам, 2 миллиарда рублей оценивается и так далее. Значит, естественно, наша фракция будет внимательно следить за судьбой этого предприятия и не даст возможности разворовать его и уничтожить, особенно в нынешних условиях, когда мы нуждаемся в машиностроении, нуждаемся в собственных станках и оборудовании. Я думаю, что и правительство, в том числе и Министерство промышленности и торговли должно принять меры к тому, чтобы это предприятие было обеспечено заказами, значит, ну, и вышло на устойчивую траекторию роста. Хотя, ну, вообще говоря, радикально решить эти проблемы можно только путем национализации всего пакета акций этого предприятия и дальнейшей его работы. Да, в конце напомню, что соответствующий закон о национализации был также отвергнут парламентским большинством, который вносили мы в прошлом году. Напомню, что тот вариант лайт, скажем так, национализации, который внесло правительство, замер на этапе первого чтения и далее не рассматривается, хотя без собственной промышленности, без собственных кадров, без собственной науки и образования никакого развития страны, а в данном случае речь идет не только о развитии, а о выживании страны в тяжелейших условиях не будет. Мы это прекрасно понимаем, и поэтому приложим все усилия для того, чтобы сохранить городообразующее предприятие и тот коллектив уникальный, который на нем работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова